Всем привет, с вами Прия. Сегодня находимся на ПТ-ре версии 7.2.0. Собственно, рассмотрим такие моменты, как общий рейдовый лут с нового рейда, который будет вводиться в 7.2, это гробница Саргераса. И рассмотрим один небольшой элемент, который интересен в плане аксессуара танковского. Итак, начнем же. Быстренько рассмотрим LFR-добычу, потом с обычной сложности, с героической и с эпохальной. Суть дропа в гробнице Саргераса идет по факту так же, как и в предшествующем рейде, с целью ночи, то, что с первых боссов мы получаем лут маленько заниженного эквипа, потом с последующих уже среднего и с последующих боссов прям вообще максимальный, то есть с ластов или конкретно с одного ласта. Итак, начнем же смотреть. LFR-870, первый босс, второй тоже 870, третий тоже 870, но сет куски в LFR-е всегда имеют 875 эквип. Ну вот, теперь четвертый босс имеет у нас 875 лут, хотя почему-то не весь, весьма странно. Далее 75, 75, 75, 75, и скилл жидена будет павить 880 лут, но 875 на грудню. Вот так вот. Также, ну, уже можете увидеть сет бонус на друида. Я особо не шарю, но, как говорится, смотрите, да, то есть, что он делает. Вчитываться я не буду. В обычной сложности эквип повышается на 15, то есть был 880, стал 895, был 870, стал 885. Все логично. Героик еще плюс 15 и эпохальный еще плюс 15. Вот так вот. Вы можете скопировать абсолютно любого своего персонажа на ПТР-версию, в текущий момент это сделать можно. Я, то есть, ну, только что зашел, скопировал быстренько и паладина танка, и друида танка, открыв главную добычу, допустим, комплекты. Вы можете посмотреть сет бонусы на различные специализации, да, почему бы и нет, даже не копируя кого-либо получается. Верно? Верно. Итак, ну, то, о чем бы мне хотелось конкретно поговорить чуть-чуть, это танковский аксессуар. Небольшое, скажем так, отвлечение, что ли, на него сделать, потому что аксессуар весьма хороший. Итак, давайте посмотрим его сущность. Он дает искусность. Искусность варьируется от сложности, то есть, чем выше сложность, чем выше эквип этой трине, тем больше искусности с этой трине, с этого аксессуара мы получаем. Те секунды, которые даются нам, то количество стаков, которые мы накапливаем, не изменяется. Ну, так вот, учтите это. Итак, считаем бонус. При получении урона на вас с некоторой вероятностью может быть наложен эффект хитрость искусителя, который суммируется до 10 раз. Все-таки открою эпохальный, как-то на эпохальный лут приятнее смотреть. Вы расходуете хитрость, чтобы сократить время восстановления инстинктов. В данном случае на друиды это инстинкты, то есть, наш основной сейф. На 3 секунды за каждое наложение эффекта. То есть, это минус 30 секунд. КД одного заряда 4 минуты, как вы это прекрасно знаете. Используя 10 зарядов, мы снизим кулдаун нашей способности на 30 секунд. Неплохо, казалось бы. Но, есть еще более интересная механика этого аксессуара. Если способность инстинкта выживания активна в настоящий момент, то эффект хитрости искусителя, вместо того, продлевает время ее действия на 3 секунды за каждое наложение эффекта. То есть, 3 на 10, 30, плюс 30 секунд к действию инстинктов выживания. Вы только вдумайтесь, что будет делать друид эти 36 секунд. Он будет стоять и просто кайфовать, ничего по факту не ощущая по себе в виде дамага. Прожал инстинкты, прожал тринку и стоишь, радуешься полминуты боя. То есть, ну, это читы, я вот так вот думаю. Давайте зайдем на паладина танка и зайдем на воина танка. Глянем, что дается им и в каком размере, в плане секунд это дается. Аксессуар очень жестенький, то есть реально усиливает танков. Это, наверное, первый рейдовый аксессуар, который я буду стремиться одеть. У паладина это защитник древних королей. За каждое наложение эффекта по 5 секунд. 5 на 10, 50. На защитника у нас кд 5 минут, а действует 8 секунд. То есть, тоже вполне неплохо находиться целую минуту. Ну ладно, 58 секунд из 250 секунд под бафом защитника древних королей весьма приятно. Ну, серьезно. Почему бы и нет. Так еще и искусность, искусность на многих танках полезна. Ну и откроем Вара, самого моего финального танка. В дальнейшем я, конечно, планирую прокачать других танков. Но вот это вот мое в дальнейшем, оно может растянуться до конца легиона. И в итоге я не заимею ни ДК, ни Монка, ни ДХ. Хотя попытка сделать ДХ танка у меня была. Он почти прокачан. 103 уровень, но все же. Посмотрим сейчас на Вара, что дает нам этот аксессуар. И можно будет уже завершать мой монолог, потому что он подходит к концу. И то, что я хотел показать конкретно в этом видео, контент заканчивается. Собственно, посмотрели рейдовую экипировку, какого она эквипа. Думайте, думайте по поводу всего этого. Сейчас у нас загрузятся наши гарнизоны. Слава гарнизону, как говорится. Не, ну я же должен находиться в родном месте, будучи своим варом. Конечно же. Только если бы он еще грузился быстрее, то цены бы ему не было. Ну, сами понимаете, какая тут гора контента в нем. Сколько построек всяких. Сколько сущностей в виде фарма. Итак. Открываем атлас подземелий. Откроем. Вкладку рейдов. Да. Гробниц саргераса. Киллжеден. Ну вот. Ааа, 10 стаков. Вот тут уже поинтереснее, кстати. Смотрите, тут разное количество секунд. Потому что это воин, как говорится. Итак. Смотрим внимательно. Вы расходите хитрость, чтобы сократить кулдаун глухой обороны на 2,5 секунды за каждое наложение эффекта. То есть за 10 эффектов мы будем снижать кд нашей глухой обороны всего лишь на 25 секунд. Я считаю, что это непрофитно. И скорее всего, большее количество стаков мы будем сливать тогда, когда прожмем глухую оборону. Начнем наш танковский цикл. И только тогда будем прожимать тринкет при использовании глухой обороны. То есть использовали глухую оборону, использовали аксессуар. Стоим. Сколько получается? 6 на 10. Да? 68 секунд. С кулдауном в 240. Ну, это неплохо. То есть получается, если так внимательно просчитать какие-либо моменты, то у большинства танков получается аптайм основных сейвовых таких способностей, которые реально мощные. Около 20-25%. Ну и к тому же сейвы реально сильные. То есть 40, 50, 60%. Я не знаю, что этот аксессуар будет давать на Охотника на Демонов, на Монаха и на ДК. То есть на ДК, ДХ и Монка. Это для меня туманность в плане классов танкования. Но, наверное, у ДК это будет либо Кровь Вампира, либо Незаболемость Льда. А если я поставлю лут? Нет. Также не прокатит. Хотя все может быть. Ну, нет, нет. Конечно, лут. На Вара Танка пишет, типа, я же на Варе нахожусь. Логично весьма. На Блад Декайт, наверное, будет либо Кровь Вампира, либо Незаболемость. На Демон Хантера. Что это может быть? Метаморфоза, возможно. Танковская метаморфоза, да? Или демонические шипы. Активные его... Активное снижение урона, типа, блока щитом, как у Вара Танка. Хотя, навряд ли. Навряд ли. Скорее всего, это реально будет метаморфоза. А у Монаха... Я не танчил Монахом ни разу. Я ничего сказать не могу по этому поводу. Ладно. Ждем 7-2. Ждем освоения Киллжедена. Как говорится, ищите себе гильдии. Если реально хотите себе эти аксессуары танков в рейдах, вы сами знаете, их всего два. Думаю, с другим танком придется подраться, чтобы получить этот аксессуар. По-любому, аксессуар будет наисильнейшим, мне кажется, в мифик плюсах. Но вы только вдумайтесь на агре, в большую пачку поражает сейв. Будет весьма приятно. Так что... Дропаем, дропаем, надеемся и ждем. Как говорится, всех вам благ, счастья, здоровья и до скорого. Продолжение следует...